79 лет назад полным разгромом фашистской Германии завершилась беспримерная битва за свободу и независимость нашей Родины. Этот значимый день победы сегодня отмечают по всей России. Военный парад Каспийск уже второй год проводит в статусе города трудовой доблести. Именно здесь для фронта изготавливалось оборонное производство на знаменитом заводе Дагдизель. Парад 9 мая по традиции начался с выноса флага Российской Федерации и знамени победы. В составе знаменной группы офицеры краснознаменной Каспийской флотилии. Именно им была предоставлена честь открыть парад. Возглавляет знаменную группу государственного флага Российской Федерации старший лейтенант Холодов Марк Евгеньевич. Государственный флаг Российской Федерации в праге лейтенанта Зайцева Филиппо Филипповича. 79 лет назад в ходе кровопролитных боев за центр Берлина бойцы 150-й и Дритской дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Именно этот флаг увековечен в истории как знамя победы. Бойцы 8-й гвардейской армии, дагестанец Абдул-Хаким Исмаилов, украинец Алексей Ковалев и белорус Леонид Горычев в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, преодолев ожесточенное сопротивление немцев, поднялись на башню Рейх-канцелярии и закрепили там красный флаг, который стал одним из первых знамен, водруженных над Рейхстагом. Командовал парадом войск гарнизона начальника отдела боевой подготовки краснознаменной Каспийской флотилии капитан 1-го ранга Андрей Канищеев. Принимал начальник штаба краснознаменной Каспийской флотилии контр-адмирал Олег Криворог. Далее состоялось прямое включение с парада победы в Москве. Верховный главнокомандующий, вооруженными силами Российской Федерации, президент страны Владимир Путин, поздравил всех с праздником и обозначил значимость этого дня. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы ческиваем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацистов, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Выступление президента окончилось словами «С Днем Победы, товарищи!» – троекратным ура и гимном России под залпы артиллерийского салюта. Отметим, что почетными гостями парада победы в Каспийске стали в Рио главы региона, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава города Борис Гонцов, руководитель главного управления МЧС России по республике Дагестан Нариман Казимагомедов, Каспичанин, ветеран Великой Отечественной войны Мусаба Гаудинов, почетный гражданин Каспийска Герман Кириленко и многие другие. 9 мая – священная дата в истории нашего государства. Важнейший день для каждого из нас. Проходят годы, сменяются поколения. А победа остается для нас символом гордости, воинской славы и человеческой доблести. Благодаря монолитному единству, неизгибаемой воле, беспримерному мужеству и самопозятиванию нашего многонационального народа, брат был разгромлен и повержен. Торжественным маршем около 200 человек в составе парадных расчетов прошли по площади Каспийска. Это представители краснознаменной Каспийской флотилии, личные составы 106-й бригады надводных кораблей, 73-й гвардейской белградской бригады кораблей охраны водного района, рота женщин-военнослужащих, марш личного состава 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, пограничного управления ФСБ, Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, ФСИН, Дагестанская таможня, а также и будущие защитники Родины, воспитанники кадетской морской школы-интерната и юнормейцы. Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой 20 единиц образцовой современной боевой техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и пусковые установки берегового ракетного комплекса БАЛ. Мимо трибун торжественным маршем прошел и сводный военный оркестр гарнизона под руководством начальника военного оркестра майора Евгения Рыбакова. Дирижеры майор Александр Урбанцев, капитан Ильяс Бегтимиров, старший лейтенант Константин Батюк и лейтенант Максим Риттер. Завершился парад победы поздравлением ветерана Великой Отечественной войны, военнослужащих Каспичан и гостей города с этим великим праздником. Этот день стал еще одним ярким свидетельством беспредельной преданности и верности нынешнего поколения военнослужащих славным традициям, демонстрацией преемственности поколений и высокой выучки личного состава войск гарнизона.